Здравствуйте! Вы смотрите темы дня. С вами Екатерина Иваненко. Темой сегодняшней передачи мы выбрали проблематику российского жилищно-коммунального хозяйства. По данным социологических опросов, тема ЖКХ остается самой волнущей для 60% россиян, оставив позади и растущую инфляцию, и острые международные проблемы. На протяжении 90-х годов государство практически не уделяло внимания решению проблем системы ЖКХ. В 2013 году на фоне массового недовольства резким скачком тарифов было создано Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня среди множества нерешенных вопросов этого ведомства можно выделить следующие. Рост платежей за коммунальные услуги и капремонт, расселение аварийного жилья, качество жилищно-коммунальных услуг. До 2017 года государство планирует сократить расходы на сферу ЖКХ в 6 раз, в результате чего они составят всего 0,3% от общей суммы расхода федерального бюджета. Все остальное должно покрываться за счет передачи полномочий на региональный уровень. Что звучит спорно, так как более половины российских регионов имеют дефицитный бюджет. Особенно ярко ущербность отечественной системы жилищно-коммунального хозяйства проявляется в чрезвычайных ситуациях. О том, какую помощь получили жильцы пострадавшего от взрыва газа дома, узнаем из сюжета нашего корреспондента в Санкт-Петербурге. Летом нынешнего года в доме номер 30 по 7-й советской улице прогремел взрыв газа, унесший жизнь человека и превративший здания, постройки 19 века, в малопригодные для проживания помещения. По капитальным стенам и перекрытиям пошли трещины. Всю ответственность за произошедшее власти списали на погибшего, мол, он самостоятельно пытался подключиться к газопроводу. Но в эту версию соседи не верят. Газом пахло у нас на протяжении трех лет, и мы звонили соседям, но приезжала газовая служба, и все время я вам говорила, что не пахнет газом, что мы выдумываем, у нас все нормально. Три квартиры на первом этаже признали аварийными, и жильцов поставили на очередь. Остальным же порекомендовали заняться ремонтом самостоятельно, ведь газовая служба официально не виновата. Но у жителей нет возможности провести зарогостоящий сложный ремонт. И они продолжают с риском для жизни проживать в фактически аварийном жилье. Для того, чтобы дом полностью признали аварийным, необходимо проведение независимой экспертизы, стоимость которой также неподъемна для жителей пострадавших квартир. Экспертиза на дом стоит 400 тысяч рублей. Это даже если 10 квартир, по 40 тысяч с каждой квартиры, но опять же, люди, которые полностью лишились жилья, они не смогут оплатить экспертизу эту. Потому что им заново жизнь выстраивать. Своей стороны местная администрация выделила копеечные компенсации людям, чьи квартиры располагались прямо над местом взрыва. По мнению чиновников, 20 тысяч рублей должно хватить, чтобы полностью устранить последствия. А техническое решение из картонной коробки должно предотвратить разрушение капитальных перекрытий. А на что дали 20 тысяч? Не знаю. Может, на похороны? Господи, простите, пожалуйста. Ну вот. Потолок. Его забили картонной коробкой. Поживающим на верхних этажах компенсации не досталось вовсе. По мнению властей, им повезло. Во время взрыва дом не разрушился полностью. А с трещинами в несущих стенах и с деформированными перекрытиями можно существовать еще долго. Три верхних этажа, в целом вообще весь дом держится, вот на этих подкорках. Потому что они стоят на первом этаже, где мы сейчас находимся. Сказали, вы сами что-нибудь сделаете. С вами ничего не случилось. Вам какую-то компенсацию давали? Нет, нет, ничего не давали. И квартира ваша не признавали? Нет, нет, не признавали. Вот полы, особенно в комнате, вообще полы сместились. В квартире, где произошел взрыв, вода из разбитой системы отопления беспрепятственно попадает в подвал. Но и по этому поводу жителям дома, по мнению чиновников, переживать не стоит. Ремонт подвальных помещений запланирован администрацией. Система водоотведения 2018-2020 год. Ремонт подвального помещения 2024-2026 год. Как долго может простоять дом, где треснула несущая стена, сказать трудно. Также сложно спрогнозировать, сколько еще продержатся межэтажные перекрытия, поврежденные взрывом. Очевидно одно. Если капитальный ремонт не будет произведен в ближайшее время и произойдет новая трагедия, снова списать вину на жильцов не получится. Дмитрий Бойко, Санкт-Петербург. У нас в гостях Александр Зимбовский, координатор движения общежития Москвы. Здравствуйте, Александр. Хотелось бы начать с такого вопроса. Расскажите просто немного о вашем движении, когда оно возникло и чем вы сейчас занимаетесь. Движение «Пшитие Москвы» начало возникать в 2004-2006 годах, когда господа собственники, которые к тому моменту поделили заводы, газеты, пароходы и так далее, обнаружили, что в городах есть недвижимость, в которой живут работники предприятий, либо предприятий действующих, либо предприятий, которые эффективно именжеры уже разорили, и решили это дело использовать. Либо там, где предприятия действовали, делались максимально бесправными, чтобы они работали за жилье и не претендовали на зарплату и на уход с предприятий и так далее. Либо, где предприятие было разорено, выселять их, драть деньги по коммерческим ценам и так далее. Следует отметить, что были указы Ельцина еще, были постановления Верховного Суда о том, что общежитие не должно переходить в частные руки, в смысле, в руки частных собственников, что они должны переходить в муниципальный жилой фонд. Но у нас же понятно, какое государство, какие законы. Соответственно, возникли акции протеста большие. Когда идут большие акции протеста, наши власти, наши бизнесы дают назад обычно. Но как в биологии хищник не нападает на слишком трудную добычу, хищник еще добыча полегче. Соответственно, массовое выселение удалось отбить. Удалось добиться даже некоторого улучшения в законах. Допустим, статья 7-ое введение в действие жилищного кодекса, которое еще раз подчеркнуло, что общежитие не должны переходить в частные руки. Сейчас мы с массовыми выселениями уже не сталкиваемся. Сталкиваемся с другими проблемами. Пункт номер 1. Хотя массовое уже не пытаются выселять периодически. Допустим, дом как-то хитро оформят, либо как нежилой, либо еще как-нибудь. И пытаются его зачистить. Например, самый забавный такой случай был пишите на Барабанном переулке, в котором жильцов пытались оптом выселять в связи с пожарной опасностью. Это пункт номер 1. Пункт номер 2. Те дома, которые уже перешли городу. Ну и естественно, городские чиновники тоже любят деньги. Я бы сказал, что чиновников от предпринимателей вообще отделять неправильно. Это обычно один и тот же класс, один и те же ребята. Там часто между ними связи, которые я бы назвал коррупционно-половыми, допустим, как старик Батурин, городоначальник, а старуха Батурина, строительный начальник. Ну и соответственно, они тоже любят деньги, тоже пытались выселять. Хотя это было уже не так массу, допустим, служебные дома завода имени Камова были переданы в город, как незаселенные два года за этой проблемой занимались. Дальше, значит. Еще одна проблема. Авиастроители завода Салют, сейчас медики и педагоги, уже сейчас тоже специально уже госслужащих, заселяли, обещав им квартиры, там, жилье. Но реальные оформляли документы так, что при нужде можно было легко выкинуть. Например, те же медиков им обещали, значит, у вас 5 лет субаренда, потом еще 5 лет субаренда, а потом квартиры уже ваши, там, соц.найм, либо выкуп по ценам БТИ. А в реале, когда власти задумали медицинскую реформу, соответственно, то же самое с образованием, и медики и педагоги им стали как бы уже не очень нужны, даже совсем не нужны, те, кого есть, сокращаем, поэтому нет смысла создавать каким-то привозным медикам хорошее жилищное условие и пытались людей массово выкинуть. И еще одна проблема. Тех, кого не выселяют, собственно говоря, массовое снятие с очереди на жилье. То есть людей как-то оставили на очередь на улучшение жилищных условий, нет жилья по нормам предоставления, а потом как-то чиновники вдруг выяснили, что человек не только ося в комнате живет, он еще и в коридоре живет, то мужчина лезется в общего пользования, живет. Хорошо, что площадь дворов не научились нарезать. Что характерно, это дело незаконно, причем если сразу ДЖП примнешь, что называется административный ресурс, и люди суды проигрывали, то теперь после того, как тема стала шумной, люди начали суды выигрывать, и человек обратился толковым юристам, либо юристам движения общежителей, просто хорошему адвокату, дело выиграет по снятию с очереди, но юристы есть и немногих, а с очереди снимают всех, потому что выигрыш ДЖП очень большой. Александр, как сегодня реализуется программа доступного жилья, и насколько она эффективна? Очередь на улучшение жилища в условии, переселение из ветхого аварийного жилья, это немножко разные вещи, то есть очередь на улучшение жилища в условии, это допустим, у тебя нет площади по нормам предоставления, вне зависимости от того, какого качества у тебя площадь. Переселение из ветхого аварийного жилья, это уже зависит не от площади, а от ветхости и аварийности жилья. Соответственно, в Москве еще до этого как-то расселяли, причем очень как-то. Допустим, у нас было общежитие на Дубининской, там была такая замечательная вещь, представляющая интересы спелеологов, дыра в перекрытиях, с четвертого этажа на второй этаж на кухне. То есть там это общежитие пытались сначала выгонять там людей, чтобы выжить, устраивали там потопы, горячей водой, холодной водой там. Естественно, это все никто не чинил. В итоге в одно место у них просто провал, в других местах они там доски клали, лишние половички, чтобы внезапно не провалиться. Но как бы их не расселяли, не расселяли, не расселяли, расселили только после всей реакции протеста с их стороны. Вот как раз в том году, когда себя не забиралось, все-таки им удалось власти дожать, и они начали потихоньку разъезжаться, к настоящему моменту большинство уже разъехалось. Но как бы в принципе в Москве еще как-то расселяются, но как бы в других городах, где недвижимость менее дорогая и меньше у людей желания снести старый дом на месте, построить новый большой, а жильцов старого дома отселить куда-нибудь на окраину. С отселением еще хуже. Кроме этого, в Москве есть такая замечательная вещь, еще не только в Москве, это в проекте, но это очень опасный закон, который сейчас по ведомствам ходит, но еще до Думы не дошел, и мы очень надеемся, что не дойдем бы им, что дойдет. О том, что людей из ветхоаварийного жилья расселять уже не на постоянных условиях, а на каких-то условиях некоммерческого найма. Что такое некоммерческий найм, непонятно. Чем отличается от коммерческого найма, тоже непонятно. Как быстро цены за некоммерческие наймы, дойдут цены за коммерческие наймы, собственно говоря, тоже непонятно. Но понятно, что если этот закон будет принят, то расселять ветхие дома, объявлять дома ветхими и аварийными будут гораздо быстрее и охотнее, чем это делают сейчас. Но жители этих домов будут радоваться, тумя говоря, гораздо меньше, чем сейчас, поскольку это уже фактически выселение на улицу, ну, либо жилье снимаемое на коммерческих началах. Александр, а вот программа «Доступное жилье», как вообще, на Ваш взгляд, она, в принципе, возможно сегодня в российских реалиях, и есть ли, в принципе, в России доступное жилье, в частности, в Москве? У нас возможно все. Опять же, какая-то отдельная социальная группа, борющаяся за свои права, может чего-то добиться. Но, собственно говоря, если ты не борешься за свои права, тебя массово снимают сотери на улучшение жилищных условий. Например, вот тоже с многодетными семьями была замечательнейшая история, что когда наш Гранд Конституции избирался, и всем сказали, скорее бегите, получайте пособие, покупайте жилье. Треть примерно успела пройти, а остальной третье сказали, ребята, президент избрался, популизм кончился. Дальше они пошли, устраивали акции протеста, самые различные, через это некоторых час получила жилье. Собственно говоря, дальше был следующий год акций протеста, вахта и голодовка у приемной единой России, через что еще определенная часть получила жилье, причем не только участники акций протеста, но и дедная часть других многодетных семей. То есть проблема в том, что у нас власти рассматривают право на доступное жилье, право на медицину, право на образование, как недопустимое наследие Советского Союза и стремятся это все упразднять с максимальной скоростью. Чем-то скорость ограничена. К тому, что в отличие от Николая II, являясь вменяемыми и психически здоровыми людьми, хотя и сволочами, они прекрасно понимают, что пробовать народ на прочность занятия опасное. Один, два, три раза в состязании в прочности выиграешь, а потом либо успеешь унести ноги, либо не успеешь тогда в подвал фотографироваться. Поэтому так, где они встречаются, с организованным сопротивлением, они отступают. Так что в каждой любую конкретную проблему выиграть можно, но в общем ситуация ухудшается и будет ухудшаться. Александр, хотелось бы коснуться еще такой очень важной темы, это рост тарифов ЖКХ. С этого года правительство установило норму роста, которая не должна превышать 30% от уровня инфляции. На ваш взгляд, насколько сегодня реально величина совокупного платежа граждан за коммунальные платежи, и почему происходит рост тарифов ЖКХ, ну, как минимум на уровне инфляции. А, ну это все замечательно, как у нас растут тарифы. Пункт номер раз. У нас энергетика и тепловая энергетика, все это ставка света, там тепла. В дома слава Чубайсу децентрализована для удобства пользования, чтобы пользователь мог выбирать. Каким образом оно происходит на практике? Естественно, по слову Чубайса, не выросли новые электростанции, которые конкурируют между собой, не выросли новые тепловые сети, которые конкурируют между собой. Но, допустим, вот есть электростанция, которая вам прижит одному физическому лицу, есть электросеть, которая прижит другому, извините, не физическому, а юридическому лицу. Есть электросеть, которая прижит другому юридическому лицу, тепловая сеть, которая прижит третьему юридическому лицу. Причем, соответственно, эти все юридические лица могут быть одним и тем же физическим лицом. Например, в случае с Пермию, про ситуацию, в которой я говорю, к Сильбергам. Но, тем не менее, они друг другу продают энергию и с накруткой. Это раз. Два. Стоимость составки энергии, она идет не с потолка, сколько собственник захотел, а по затратам. Затраты определяются экспертизами. Причем, что характерно, эксперты выбирают собственник, цену экспертизы выбирают собственник. А федеральная служба по тарифам, она как-то регулирует вообще этот процесс? Вот именно, что как-то, да. Она маленькая, в ней народу, но она, собственно говоря, оперируется на экспертизу, соответственно. Экспертизу оплачивает собственник, цена экспертизы нигде не установлена. Соответственно, понятно, что собственнику выгоднее, чтобы ему посчитали издержки побольше. Чтобы, соответственно, ответить цену побольше. Этот процесс идет, идет и идет. Причем доходит до полного бреда. Пусть и в Перми тоже замечательно, несколько случаев знаем. Когда потери в электросетях были 30%. Но это невозможно, в принципе, поскольку если при таком перепаде напряжения, либо в начале электросети все будет сгореть, либо в конце электросети ничего не будет работать. Кроме того, что лампочка клича. Нормальная техника вся полетит. Тем не менее, эксперт посчитал, видимо, не бесплатно. Точнее, понятно, что не бесплатно, поскольку вообще сумма плат за экспертизу, она реально зависит. А то будет эксперт считать примерно как есть. Или поставит то, что ему собственник скажет. Ну, видимо, тарифные службы тоже отстегнули. И все довольны, кроме потребителя, у которого все растет. Опять же, если ТСЖ есть, то там, к сожалению, большая часть ТСЖ работает некорректно. И завышая тарифы, и собирая жильцов, деньги черти за что, включая фонтан во дворе. Хотелось бы услышать вашу оценку сегодняшнего состояния ЖКХ в России и перспектив уменьшения финансового времени именно с населения. Я думаю, что если население встанет, то у него будут перспективы уменьшения финансового времени. Но пока власти стараются, соответственно, применять ее побольше, побольше. Вот, например, новый московский градоначальник недавно высказался. Ну, что говорит? Зачем жилье в собственности у граждан? В Европе вот большинство населения снимает жилье и ничего. Правда, он еще не сказал, откуда большинство населения, живущего в Москве, взять европейскую зарплату. Либо человек считает, что в Москве должны только те, кто имеет европейскую зарплату жить. Остальные могут ехать, собственно говоря, куда-нибудь подальше и не огорчать заботу о себе правительство. Собственно говоря, пока перспективы мрачные. Спасибо вам большое, Александр. Напоминаю, что в гостях у нас был координатор движения общежитий Москвы Александр Зимбовский. С вами была Екатерина Иваненко. Всего доброго. До свидания.